7 киловаттных блоков питания. Игромир 2018, стенд компании Asus. Давайте посмотрим, что интересного из влезок они привезли в этом году. Начнем, наверное, с рокфона. Кто был на выставке Computex этого года, уже успели его потрогать и поснимать. Я добрался только сейчас. Ну и, собственно, вот так, просто сам по себе, он выглядит, ну, вполне как обычный телефон. Тонкий, легкий, хотя при этом здесь стоит 845 Snapdragon с жидкостной системой охлаждения и матрица здесь 90-герцовая. Но, помимо того, что этот телефон наборширован, он интересен тем, что для него есть целая куча аксессуаров. И они, в принципе, ах, это вот окрепцы. И они здесь представлены. Во-первых, это вот такие вот стики или хендлы, которые превращают телефон в полноценную консоль с триггерами и с кучей кнопок. Ну и, конечно же, вот такая гигантская конструкция, которая превращает это в портативную стримерскую машину, потому что здесь, во-первых, есть дополнительная батарейка для телефона, а во время игры и стриминга батарейка сжирается очень быстро. Плюс также есть дополнительный экран. То есть в одну половину этой конструкции вставляется сам телефон, и нижний экран тут же начинает работать. Соответственно, вы можете играть на одном экране, на второй вывести чат, комментарии, не знаю, подсказки себе какие-то для стрима, ну, все что угодно. У вас, в общем, есть два полноценных экрана. Помимо этого, есть режим полноценного зверя, назовем это так, когда телефон с помощью док-станции превращается в стационарный компьютер. Вы к ним можете подключить механическую клавиатуру, мышку и, собственно, доминировать хоть в Fortnite онлайн, хоть, пожалуйста, в клубе. Ну и играть, соответственно, на огромном мониторе, а не на экранчике телефона. Да, в дорогу такой сетап не возьмешь, но дома пользоваться можно. Естественно, на стенде Asus есть витрина с их сборками от их же партнеров. Это EVA PC, это Digital Razer, это Delta Game, Invasion Labs и Hyper PC. Естественно, все очень аккуратно и красиво собрано, все светится. Я так понимаю, что главные фишки теперь вот в таких кастомных сборках, это, во-первых, металлические трубки системы жидкостного охлаждения, а, во-вторых, цифровой мониторинг, то есть тут можно посмотреть температуру компонентов и скорость, собственно, потока жидкости. Ну и, конечно же, зефирки или ноутбуки линейки Zephyrus, до которых я не смог добраться в прошлом году, но вот теперь, наконец, могу их тут покрутить, потрогать и показать вам, конечно. Особенность этих ноутов в том, что в супертонкий корпус запихнули ультрамощное железо. И чтобы его охладить, применили необычную систему охлаждения, опять же. Здесь нижняя крышка открывается вместе, ну, приоткрывается вместе с открытием, с поднятием монитора, чтобы пропустить гораздо больше воздуха через компоненты. Выглядит необычно, работает эффективно и, таким образом, в супертонком корпусе может уместиться шестиядерный 12-поточный i7 и видеокарта уровня GTX 1060 или даже 1070. Также тут стоят ноуты из более бюджетной линейки. Это TUF, но даже в них Asus держит вот всю ту же свою идею минимизировать рамки вокруг экранов. То есть эти ноуты стоят чуть дешевле, но при этом выглядят отлично. И здесь также стоит топовое железо. Например, i7-8750H с видеокарты GTX 1060. Да, они чуть потолще, чем тот же Zephyrus, но выглядят все равно здорово. Стоят дешевле и поиграть на них можно без проблем. Что интересно, вокруг этой TUF-линейки Asus организовала целые альянсы. Несколько брендов поддерживают эту концепцию, идею или дизайн. Например, вот корпус от Cooler Master с логотипом TUF-альянс. И он выполнен в том же стиле, что и, например, материнская плата линейки TUF от Asus. Соответственно, вы можете взять несколько железок с логотипом этого альянса, и все будет сочетаться и классно смотреться. Но если вы собираетесь совсем уж за предельно топовый ПК и не знаете, как еще подчеркнуть его крутость, то есть вам на помощь придут системы жидкостного охлаждения, опять же, от Asus, и все еще на экстенде, со встроенными экранчиками. То есть есть вот такой вот здоровенный квадратный вариант для сокета 2066, и с обратной стороны для, например, 1156. Более привычный такой круглый водоблок, напоминающий даже чем-то умные часы, например. Ну, в общем, здесь тоже встроенный экранчик. Сейчас здесь крутятся логотипы и графика Asus, но я думаю, что сюда можно вывести все, что угодно. Ну и позади меня целая стена с материнскими платами на любой вкус и цвет, и всех линеек, собственно, Strix, Staff, Maximus, Rampage. Все здесь, на всех сокетах, смотрите, выбирайте, любуйтесь. Это был стенд Asus на игромире 2018 года.